Главком армии Норвегии призвал НАТО готовиться к нападению России. Главнокомандующий вооруженными силами Норвегии Эрик Кристоферсин призвал членов НАТО увеличить свой военный потенциал, чтобы быть готовыми к войне с Россией, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на доглабют, сейчас есть окно, которое, возможно, продлится один, два или три года, когда мы должны инвестировать еще больше в надежную защиту. Мы должны наполнить планы НАТО содержанием и обеспечить необходимые возможности, заявил Кристоферсин, главнокомандующий норвежской армии и отметил, что Россия существенно увеличила собственное военное производство, переведя свой ВПК на круглосуточный режим работы. Кроме того, Кремль работает с Ираном и Северной Кореей, чтобы расширить свой арсенал. По его мнению, РФ вооружается быстрее, чем ожидала НАТО. Он считает, что члены Альянса должны уделить особое внимание укреплению противовоздушной обороны, а также увеличению производства ракет большой дальности и запчастей для военной техники. Мы не знаем, что будет с Россией через три года. Важно, чтобы мы столкнулись с неопределенным и непредсказуемым миром с крепкой обороной. Поэтому сейчас мы должны использовать это время с умом, сказал генерал вооруженных сил Норвегии, что предшествовало. В последние недели все больше европейских лидеров заявляют о росте угрозы нападения России на страны НАТО. Адмирал Североатлантического Альянса после двухдневного заседания военного комитета в Брюсселе посоветовал людям готовиться к войне и дал рекомендации. Немецкое издание Билд писало, что Бундесвер готовится к гибридной российской атаке на восточный фланг Альянса. Отмечается, что военный конфликт может произойти уже в феврале этого года. По данным СМИ, НАТО собирается провести в феврале масштабные учения с участием около 90 тысяч военнослужащих с целью сдерживания агрессии со стороны России. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.